Сегодня хотел бы рассказать, как правильно делать скрутки в автомобильных проводках, потому что здесь важен не только какой-нибудь контакт, а еще и такое понятие, как механическая прочность. Обычно в проводках встречаются зачастую вот такие вот скрутки. Сейчас я постараюсь сделать вот такого плана. Вот так вот крестик и вот так вот у нас все типа замотано. Ну и чтобы это имело типа какой-нибудь более интересный вид, это все вот так вот на бок и все. На механической прочности вот такой скрутки абсолютно никакой. Чтобы сделать такую скрутку правильной и более-менее надежной, провод оголяем не менее 20 мм где-то по длине. Хотя бы так. А лучше? Лучше больше. Давайте сделаем чуть-чуть побольше. Вот теперь мы имеем вот такие вот концы. Приблизительно миллиметров по 30 они. И скручиваем мы следующим образом. Немножко собираем косу до кучи, чтобы жилки сильно не торчали по сторонам. И делаем это вот таким вот образом. Ставим провода вот так вот крестом. Примерно. Примерно вот таким вот образом. И начинаем провод оплетать на другой провод. Вот примерно вот так вот. С расчетом, чтобы у вас хватило до изоляции. Теперь, соответственно, с этой стороны делаем то же самое. Оплетаем проводок, а другой провод. Получается у нас нечто вот в этом вот. Вот в этом плане. Теперь же эта скрутка, она будет довольно-таки прочная на разрыв. Намного прочнее, чем та, что была до этого. Плюс у такой скрутки, как я только что показал, контакт будет гораздо лучше и надежнее. Так же самое с проводами более толстого сечения. Давайте я покажу так по-быстрому. Вот это разные провода, как видно и по цвету. Немножко по сечению разнятся, но это не особо важно. Так же самое прикладываем примерно вот таким вот образом. И начинаем все завертывать. Завернули один край. Завернули второй край. Вот так вот. Вот таким вот образом. Следующее, что я хотел еще показать в плане скруток, это как скручивать провода тонкий с толстым. Тоже зачастую видно это все как-то криво сделано. Распускаем толстый провод на две примерно одинаковые косы. Если этот толстый провод в два раза примерно толще, например, тонкого провода, то делаем вот так, чтобы у нас одна из кос была примерно такого же общего сечения, как и на штонке провод. Итак, одну убираем. Делаем то же самое, что мы делали перед этим. И начинаем обматывать края на один кончик косы. Косы обмотали сюда, обмотали сюда. И то, что у нас остается вторая коса, вот эта вот, мы ее закручиваем поверх всего вот этого остального. Таким образом у нас получается скрутка довольно-таки надежная. Опять же, ее удобно запаять. Она имеет более-менее такой приемлемый вид. Если еще термоусадочку усадить, будет просто вообще, я считаю, довольно-таки неплохо. Так, ну и еще один такой прием, так сказать, когда, например, у вас идет какой-то силовой провод, и вы хотите в него врезать, ну, например, какой-нибудь источник питания не сильно мощный. То есть, вот, например, такого сечения провод. Провод этого сечения примерно в два раза меньше, чем вот этот провод. Давайте мы сейчас попробуем это сделать. Не разрезая основной провод, допустим, если у нас это родной провод в автомобильной проводке, мы не хотим его калечить и так далее, мы аккуратненько вырезаем фрагмент отсюда. Давайте вырежем сейчас. Вот мы вырезали вот такой фрагмент. Теперь берем, немножко жилки распушиваем. Опять же, как и в предыдущем примере, делим общую толстую жилу примерно на две равные части, чтобы у нас вот получилось нечто похожее с этим. Берем тонкий провод, который хотим, например, врезать сюда, в общий вот этот провод. Обматываем его вот так вот. Вставляем внутрь этой петли и начинаем закручивать на один край. Вот, надеюсь, более-менее видно. Вот таким вот образом. Мы запетливаем до половины, то есть оставили небольшой шнурочек, прикладываем это все и теперь огибаем этот шнурочек, который мы только что приложили, ну, так сказать, эту косу. Вот получается у нас вот такая вот врезка, симпатичная. Она довольно-таки тоже прочная остается. И самое главное, что вы не, так сказать, не портите провод родной проводки, если хотите что-то врезать. Потому как мы знаем, допустим, если мы что-то подключили там, не понравилось, потом надо отключить, а провод уже кончен. А так мы просто-напросто здесь можем это все выдернуть на место, замотать красиво и, так сказать, сохранить заводскую проводку. Ну вот и все. Такое вот коротенькое видео по скруткам, потому что я много раз обращал внимание на эти скрутки, но сделаны они, мягко говоря, не очень. Поэтому, если будете что-то делать, советую делать вот примерно вот такими вот способами. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok